Вечна, Ярослава, наша вера, православа... В 1957 году в 4 километрах от Кыштыма на НПО «Маяк» в заводе по переработке Плутония взорвалась одна из ёмкостей с радиоактивными отходами. Специалисты считают, что последствия взрыва в Кыштыме сопоставимы с катастрофой в Чернобыле. И показывают, что вот это вот всё было вылито в какое-то не то болото, не то речку, значит, вот это радиационные отходы. И, значит, сделали такой земляной вал. Ну, вроде все успокоились. А сейчас этот земляной вал поднимается, это болото поднимается, они этот земляной вал делают выше. Оно ещё поднимается радиационными... ну, вода радиационная, загрязнённая всё. Они ещё делают выше земляной вал. И сейчас он очень высокий. И может в любой момент этот земляной вал, он может прорваться. Если прийти к течени утром, а днём деревенским пейзажем можно невольно залюбоваться. О том, что 50 лет назад здесь случилась крупная ядерная авария, сегодня напоминает лишь этот знак. После взрыва на химическом комбинате «Маяк» радиоактивные отходы попали в реку. От облучения тогда пострадали тысячи людей. Жителей 20-ти уральских посёлков переселили почти сразу. А про Муслимова специалисты сказали, уровень радиации в деревне не выше нормы, заражена только сама река. Пойма течи буквально начинена цезием и стронцием. Но ни колючая проволока, ни знаки стоп, радиация не останавливают местных жителей. Некоторые до сих пор пользуются водой из речки и говорят, что у них просто нет другого выхода. Муслимовцы ловят рыбу, а на берегах течи пасут коров. Другой реки ни в деревне, ни рядом с ней нет. Они ходят пить на течи, пьют заражённую воду. Конечно. И вы потом молоко это пьёте? Да. Ну, мы уже привыкли. Они привыкли и к тому, что во всей деревне пара работающих колонок, да и в тях вода строго по расписанию. Сейчас вода пойдёт, попробуйте. Нормально? От речки идёт. Там вообще умирают, там просто умирают люди массовые. Вот те, которые выжили, очень удивительно, что они выжили. Они пьют эти заражённое молоко, они привозят на рынок в Челябинск своих гусей заражённых. Там очень странные какие-то, они рассказывают, у них щуки плавают, то ли у них есть голова, то ли у них нет головы, то ли у них вообще полголовы. В общем, вот такая жуткая совершенно ситуация. Но здесь рядом, недалеко от нас, в 60 километрах, есть город Карабаш. Если кто-то этот видел город, это что-то ужасное. Там горы, вот этих вот технических отходов, просто горы. Он является, этот город, самым грязным городом планеты. Такая прекрасная природа и такое чудовищное руками человека сделанное безобразие. Когда проезжаешь, становится жутко. Восхождение на Лысую гору – акция в защиту экологии на планете. Здесь находится самый высокий поклонный крест в России. 12-метровый монумент установили жители Карабаша в память о жертвах экологических катастроф. На данный момент содержание меди, цинка, свинца в почве, водоемах, воздухе, десятки, а то и в сотни раз превышает предельно допустимые нормы. Эта загадочная история началась в небольшом провинциальном городе на Южном Урале. 1996 год. Промышленность страны переживает глубокий кризис. Заводы закрываются, больницы находятся в плачевном состоянии. Зарплату месяцами, а то и годами не выплачивают. И даже красота местной природы не может отвлечь людей от повседневных проблем. Именно здесь, в окрестностях города Кыштыма, появилось таинственное существо, происхождение которого до сих пор не может объяснить ни одна из многочисленных версий. Люди, которые видели Карлика живым, не считали его земным созданием. Сомневаются и те, кто держал в руках мумию существа. Было ли загадочное существо представителем внеземных цивилизаций? Могло ли состояние окружающей среды привести к появлению подобного рода мутаций у людей или животных? Эта программа является попыткой разобраться в одной из самых необычных историй 20 века. И здесь есть тоже город Кыштым, где вот все по телевизору показывают, что там Алешенька, какой-то инопланетянин маленький, значит, появился. И жил там у женщины, потом, значит, он умер, потом куда-то подевался его трупик. В общем, все такое. Вы знаете, я не удивлюсь, если там не только Алешенька, но и Змей Горыныч на горах появится. Поэтому прекрасный край, чудесные озера, настолько все красивое, но бывает такое, что пройдет этот радиационный след, и во рту все щиплет. И ты уже где-то чувствуешь, что где-то прошел вот этот выброс или радиации, или где-то с дождем прошло, вот какое-то облако пронесло. Поэтому здесь немудряно, здесь бесконечный лейкоз. И поэтому Славочка пострадал именно здесь, именно от такой болезни. Жители этих мест, а тем более дети, подвергаются воздействию вредных веществ. В этом районе и раньше появлялись на свет младенцы с отклонениями от нормы. Зафиксировано несколько случаев. В частности, рождался ребенок с ластами. Был случай, когда родилась девочка, у которой отсутствовала прямая кишка, задний проход. Она умерла прямо там в родильном отделении. Когда мы со Славочкой лежали в больнице, в Челябинской областной, там было очень много больных детей лейкозников. И на Урале очень тяжелая радиационная обстановка. Очень много умирающих детей. Когда я видела это все, это просто работающие конвейеры умирающих от лейкозы детей. Одни заходят, вливание там им делают, там ставят сюда такую резиновую трубочку, все что-то, вливают эти капельницы, все, уходят. Заходят другие. Кто-то умирает. В этой больнице лежат дети, больные лейкозы. Каждый день умирают здесь дети на наших глазах. Вот сегодня только что умер мальчик ночью в 4 часа утра. Я сама жить не буду, если бы его ребенка не спасут. Я не смогу жить просто. Я не могу забыть один случай. Значит, пришла собака. А гематология на третьем этаже. По-моему, третий этаж или четвертый. Пришла собака. Села под окно. Затирала свою морду. И начала выть. Вот она смотрит на определенное окно и воет. И все такие настороженные. У всех какое-то чувство страха. Я спрашиваю, почему такой страх? Он просто воет собака. Они так на меня посмотрели, ничего не сказали. И где-то в 9 часу вечера она была с 6 и где-то до 8. И в начале 9 привозят мальчика. Лет, наверное, 5. До какой степени он красивый. Кудрявенький, темненький. Его привезли в 9 часу, а в 10 часу он уже умер. Потому что люди, в общем-то, были в панике. Я не знаю, как это связано с собачьим воем. Видимо, это не впервые. И люди очень сильно переживали за своих детей. Все прямо своих детей вцепились. В общем, умер этот прекрасный малыш. И когда я стала разговаривать с врачом в поликлинике, она сказала, говорит, удивительно. За столько лет, что я здесь работаю, от лейкоза, от рака крови, умирают самые умные, самые красивые дети. Ни одного, говорит, глупого, ни одного, говорит, хулигана, никого, говорит, не видела. Самые красивые ребятишки уходят. А сейчас, когда я прохожу иногда очень редко мимо этой больницы, я вижу, как она помолодела гематология. Уже на этом этаже веревочки. Там уже видно ползуночки, пеленочки. Просто совсем маленькие дети, новорожденные. Они просто уже лежат в этом отделении. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И вообще очень много, очень много умирают людей. Здесь, вот городок Чебаркуль, он небольшой. Ну, может, 45-50 тысяч населения. Я же на кладбище годами. И как-то я разговаривала один день. И несут, и несут, и все хоронят, и хоронят. И я смотрела, у смотрительницы, ну, у работницы кладбища спросила, что такое с утра и чуть не до вечера, все похороны и похороны. Она говорит, до 20 покойников в день сегодня было, около 20 покойников. В таком небольшом городе бывает вот такая жатва. И вот в такой опасной ситуации Славочка рекомендовал всем детям, живущим на Урале или в других радиационных зонах, именно зонах, действительно, зонах, по-другому не скажешь, вино Кагор. Даже, говорит, начиная от рождения, ребятишечкам маленьким, по два наперточка в неделю Кагора. Потом он рекомендовал есть все красное. Красную ягоду, красный сорт яблок. И очень рекомендовал не есть бананов. Я не знала, почему. И не знаю до сих пор. Но когда я разговаривала с одной женщиной, работающей на складе, что-то разговор зашел, я говорю, у тебя столько бананов, а Славочка сказал, что их на Урале есть, в общем-то, не рекомендует, не рекомендовал. Она говорит, вполне возможно, Валентина Афанасьевна, потому что все бананы газируют. То есть газовой какой-то обработке они подлежат. Может поэтому, может причина другая. Но бананы он есть, не рекомендовал. Потом он, значит, говорил Славочкам, что люди хрустальную посуду ставят в стеночку для красоты. Он сказал, что это самый чистый, самый полезный материал для питьевой воды. И у него свой был хрустальный бокальчик, в который он сказал мне, мамочка, хорошо бы туда еще серебряную ложечку. И если у кого-то есть, значит, надо ложить туда какой-нибудь кусочек серебра, ну или поломанная сережка, или что-то, золото, если есть. И он рекомендовал всю эту водичку не кипятить. А вот чтобы она отстаивалась, ее пили люди. Потому что он сказал, что кипяченая вода – это мертвая вода. А эта вода все-таки живая. Нужно пить воду не кипяченую. И вот он пил такую водичку. Да, был свой стаканчик, своя ложечка, своя вилочка, свой ножичек. Салфеточки всегда. У него вот такое вот все было. И он очень любил, чтобы это было красиво и очень чисто, и все блестело. Он еще сказал, я не знаю почему, обычно стараются в больнице, особенно в гематологии, рекомендовать ребятишкам, чтобы они больше ели орех. Славочка сказал, орехи есть нельзя. Никакие. Не рекомендовал есть. И вообще, у кого заболевание крови, он рекомендовал кушать все красное. Помидоры соленые. Он сказал, что хотя бы по одной помидоры в день нужно кушать. Я ему просто сказала, Славочка, я не люблю помидоры. Ни свежие, ни соленые. А он мне сказал, мамочка, обязательно нужно хотя бы соленую помидорку, хоть одну, но съедать в день. И он сказал, как можно больше во время сезона, когда поспевают помидоры, их нужно очень много кушать помидор красных. Говорил, что ни в коем случае нельзя никакую тушенку есть, никаких рыбных консерв, ничего консервированного, вот такого, никаких грибов консервированных. Он не рекомендовал вообще кушать консервированные продукты. Он рекомендовал есть все такое живое, натуральное. Сказал, что хорошо кушать свеклу, как можно больше нужно есть капусты. В общем, рекомендовал овощи. И всегда я улыбалась, когда он говорил, и когорчик, по два наперсочка в неделю. Славочка сказал, что те, кто пьют водку, он сказал одной женщине, своей учительнице, он ей сказал, что те, кто пьют водку, у них мозги сохнут. То есть, мозги сохнут. Да, он сказал, что у него, или мозги, я не знаю, как правильно сказать, но, в общем, сохнут в мозге. Они становятся не такие, и человек как бы деградирует. Водку пить нельзя. Ну, как-то молоко, молоко, как таковое, он не рекомендовал вообще-то никому. Особенно он сказал, что на Урале, особенно на Урале, очень больные коровы. Он сказал, говорит, мамочка, ну, где-то 80% коров больны лейкозом. И поэтому молоко он как-то и не пил сам. Славочка мясо не ел. Он изредка, ну, немножечко, вот когда вот отец настаивал, съест кусочек курицы. И Славочка рекомендовал людям, всем, кто занимается травами, он сказал, большое количество полезных веществ до 80% при сушке теряется. Поэтому есть травы, которые можно запасать, как сок. Вот, например, чистотел, он спокойно стоит 2-3 года. Если там появилась какая-то плесень, то плесень не убирается. Если он не тягучий, он нормальный. Вот им пользоваться, ничем не разводить. Еще он не рекомендовал травы заливать водкой. Нет полезных почти сквозь никаких. Он сказал, что травы настаиваются на воде, завариваются, а лучше всего соками выжимать. это обычно... Вот, например, мать-мачеха, сок тоже долго стоит, ему тоже ничего не бывает. И Славочка как рекомендовал. В общем, на мясорубке прокрутили, через марлечку этот сок отжали, и он сказал, что нужно в стеклянную темную посуду и поставить в холодильник. И все. Потом разводить горячей водой и пить. Я притащила ему справочник медицинских лекарственных растений. Я говорю, Славочка, вот, он так посмотрел и говорит, мамочка, а здесь тоже почти правды никакой нету, оно не лечит, то, что здесь так написано. Оно, говорит, не лечит. Но, говорит, оно и не вредит. Это, говорит, просто написано. И все-таки вот из-за огромного справочника лекарственных растений, да, он несколько рецептов отобрал, сказал, что это еще пойдет. Более-менее. Славочка относился не очень положительно к буддийской религии и к тому целительству, что там практикуется иглоукалывание. Он сказал, что чем больше его практикуют на человеке, тем вот эти вот точки, они атрофируются. и потом они перестают, они потом бездействуют. Я еще сказал, что вот эти все массажи, они тоже вредны для человека. Как я поняла, Славочку, что человек, который, например, знает, что он делает, массаж, например, восточная медицина, он как бы еще и как бы вот это во время всего этого как бы идет какая-то медитация, то для христианина это смертельно опасно. А если человек просто массажист, да, и он делает массаж другому человеку, Славочка сказал, что он облегчает тому человеку страдания, но в нем, вот в этом массажисте, вот это все увеличивается как снежный ком. То есть, как бы он и на себя стягивает часть проблем того человека, которого лечат. и я спросила Славочка, а что же делать? Он сказал, хотя бы немного, говорит, пальчики смазывали святым маслом. В общем, оно можно, но оно опасно. Это надо знать, кто делает, что делает и кому ты отдаешь свое тело. И что из этого может получиться? Да, Славочка еще сказал, что когда он слышал, как наши по восточной медицине дышат, учатся там что-то дышать, Славочка был крайне... Вот вы знаете, настолько вот у него состояние такое было озабоченности за людей и печали такой, что они все равно не слышат никого. И он так печально говорил, что это так опасно для человека манипуляция с дыханием. Это ни в коем случае нельзя делать. Никаких дыхательных гимнастик вообще никаких. Я его не стала спрашивать, почему. Мне было достаточно того, что... Славочка еще говорил, что руки надо очень часто мыть. У него было так. Он в субботу брал ведерочка небольшое, разводил там дезинфицирующий такой раствор и начинал мыть все двери и особенно тщательно все ручки у дверей. Потом очень тщательно мыл свои руки. Сказал, что очень много микробов вот в этих местах сосредотачивается. И руки надо чаще мыть с мылом. Обязательно. до сих пор ... до сих пор Продолжение следует...